И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня у нас очередная распаковка из Китая. Это KVN Switch. Еще одна железка для натопа, которую смотрели совсем недавно. Я напомню, он у меня выполняет функцию сервера, и поэтому у него нет собственного терминала, то есть клавиатуры и мыши. Чтобы ему отдельно все это не устанавливать в случае необходимости, мало ли что бывает, любой сервер, любой компьютер имеет свойство ломаться, к сожалению, и всегда может возникнуть необходимость подключения клавиатуры и мыши. Чтобы с этим не заморачиваться, я решил приобрести KVN Switch, воткнуть в него свой монитор и новую клавиатуру, и таким образом при необходимости переключаться между своим рабочим компьютером и сервером. Куплено 11 ноября по распродаже. Пакет приехал даже почти целым, хотя отверстие в нем есть. Он поцарапанный, чуть-чуть порванный, но надеюсь, что на качестве самого продукта это не скажется. Здесь у нас 4 хитрых кабеля, в которых видео и USB. Одним проводом или все-таки? Нет, просто параллельно ведутся цеплями между собой. Так, провода посмотреть успеем. А вот он сам 4-х портовый KVN Switch, что означает, что к одному монитору, то есть к одному терминалу мы можем подключить до 4-х компьютеров. Отдельного питания он не имеет, питается от USB от одного из компьютеров, который к нему подключен. Имеет 2 гнезда на выходе. Нет, 4 гнезда на выходе. То есть это монитор, 3 USB, то есть это может быть, например, клавиатура, мышь, принтер. В любом, скорее всего, порядке. И по 2 гнезда на каждый компьютер к нему подключены. То есть подключается видео и подключается USB, через который, как через USB-хаб, будут подключены сразу все устройства. И кнопка для переключения между компьютерами. Мозгов он вроде как не имеет. Максимальное разрешение у него достаточно большое для любого практически современного компьютера. 4К не рассматриваем. KVM41UA. Made in China. Качество? Пластик как пластик. Пластиковый. Подгонка нормальная. Небольшие ножки. Посмотрим, какой-нибудь кабель. Они все запаяны. Одинаковые красивые пакетики. High quality. Полтора метра. Один, как минимум, из них мне все равно понадобится. Четыре вообще брал на перспективу. Вдруг у меня домашняя инфраструктура будет расширяться и дальше. Вот он такой вот проводок. Обычный USB с одной стороны, это будет стыкаться в компьютер. И хитрый USB, ну не хитрый, стандартный, типа принтер USB-B для подключения к самому хабу. Фиксируется винтами. Фиксируется винтами. USB-C 1, а то у меня будет рабочий компьютер. USB-C 2, сервер. Вкручиваем. Туго фиксируем. Вот так. И этот провод пойдет к самому серверу. Ну что ж, остальные кабели пока распаковывать не будем. Пошли тестировать. Итак, я подключил этот USB-C KVM Switch и наблюдаю вот такую картину. Стандартное разрешение монитора не определилось и вообще он виден как unknown display. То есть никакая информация о нем не передается, к сожалению, от монитора на хост. То есть хост не знает, что это за монитор, какие разрешения он поддерживает. Список разрешений всего лишь 124 на 768 либо 800 на 600. Но пока что это выглядит грустно. Посмотрим, что мы видим на втором компьютере. Я переключаюсь. Сигнал не обнаружен. Третий, то есть он не видит подключено это что-то или нет. Четвертый, тоже тишина, экран отключен. PC1. Мы должны видеть картинку. Да, снова о новом дисплее. Грустновато. Как минимум, проброс портов USB на компьютер не работает. Клавиатуру придется держать воткнутой в сам сервер. При появлении второго брать вторую клавиатуру. Но качество картинки средствами Linux может быть и можно поправить. То есть выставить подходящее разрешение. Но все равно то, что КВМ не передает информацию о дисплее, компьютеру, к которому в данном момент подключен, это я считаю серьезный минус. Если честно, я думал, таких КВМ сейчас уже нет. Оно понятно, конечно, куплено на распродаже на Алиэкспресс 11 ноября. Но как-то все-таки такое качество не понравилось. Я буду открывать сбор. Как я и говорил, в Linux это достаточно гибкая система, и настроить в ней можно практически все что угодно. Путем ввода нескольких команд, быстро найденных в интернете, я все-таки выставил одно для этого монитора разрешение при работе через КВМ-свич. Картинка достаточно четкая, каких-то артефактов не видно. В общем-то меня устраивает. На чем бы посмотреть? Во! Допустим. Картинка четкая, пиксель от пикселей отличается хорошо. Никаких разводов или чего-то такого я не вижу, хотя их чаще всего можно увидеть на контрасте. То есть, допустим, если ввести много-много-много символов, справа от них может появиться полоска. Ну, буквально, может быть, два пикселя. Есть небольшая размытость. Но это не больше, чем было и без КВМ-свича. Поэтому это я проблемой не считаю. Картинка хорошая, чистая. Каких-то искажений нет. Итак, эксплуатация данного КВМ-свича в течение нескольких месяцев показала следующие результаты. Он хорошо работает под Windows. Под ним определяются все USB-устройства. Через него проброс работает хорошо. Он нормально определяет даже разрешение экрана монитора почти. Не то, чтобы он передавал характеристики самого монитора в видеокарте, но, по крайней мере, разрешение по умолчанию выставляется корректное, в отличие от Linux. А Linux, что Ubuntu, что CentOS, может быть, конечно, это зависит от конкретной аппаратной реализации. CentOS без графической среды вообще отказывается к нему подключаться. То есть, если когда операционная система запускается, проброс работает именно с него на монитор, то работает хорошо. При этом клавиатура все равно не работает. То есть, проброс USB под Linux мне не удалось запустить вообще. Проброс графики работает, но никакие характеристики монитора компьютеру не сообщаются. Соответственно, выставляется автоматическое минимальное разрешение, в районе 640 на 480, не помню точно. Для исправления этого я сделал скрипт, который запускается автоматически при входе в систему на Ubuntu. Если интересно, пишите, скрипт я отправлю. И после запуска системы, соответственно, разрешение и конфигурация мониторов приходят в свое нормальное состояние автоматически. Ну, костыль, конечно, но что делать, если нормального решения нет. По крайней мере, графика нормально работает при возврате проброса на компьютер с Ubuntu, в отличие от CentOS. На CentOS видео работает, еще раз говорю, только если в момент запуска системы, то есть операционки, именно этой машины проброс идет на консоль. Помех на экране никаких, в общем-то, нет. Дополнительных по сравнению с тому состоянию, когда монитор подключен напрямую к ноутбуку Ubuntu. Но требуется, чтобы хотя бы один USB разъем к любому компьютеру был подключен, так как по USB он сам получает питание. То есть картинка сильно искажается, при выдергивании последнего USB разъема через короткое время вообще картинка гаснет, и индикатор, который сейчас вот видно, что горит на PC1, он начинает моргать, показывая, что ему не хватает энергии питания. То есть в целом данная железка заточена под работу с операционной системой Windows. Под Linux работает только половина функционала, и та хода бедна. На macOS не пробовал, так как возможности проверить у меня, к сожалению, нет. В общем, выбирайте, решайте. Надеюсь, кому-то этот обзор окажется полезным. Долго спорил с продавцом, они связывались или, по крайней мере, говорили мне, что связываются с производителем, но никакой информации я от них не дождался. Ну так, продавец нормально общается по-английски, не шаблонами, как некоторые. В целом работать с ним оказалось приятно, но, однако, судя по всему, из-за конструктивных особенностей, нормальные, некостыльные решения проблемы найти не удалось. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем удачного шоппинга и хорошего настроения. Увидимся в следующих выпусках. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok